Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Оказывается, такое занятие тоже может быть профессией Бла-бла-бла-бла-бла-бла Компания World of Beer из Флориды, развивающая сеть таверн с крафтовым пивом Ищет трех стажеров Которые за 12 тысяч долларов должны будут провести лето Все лето в поездках и распитии пива Это официальное описание вакансии И заявки на нее принимались до 26 марта Сегодня станут известны финалисты Когда ты наши три кандидатуры подал? Конечно Понимаете, специально поздно сказал, да? Да Я потому что не хочу с тобой пить пиво И ездить по сети таверны пить с тобой пиво В общем, что от них требуется, да? От стажеров Ездить от пивоварни к пивоварне Скучное такое занятие От бара к бару Пробовать разные сорта пива Посещать пивные фестивали И рассказывать о своем алкогольном квесте В блоге и соцсетях Я вот могу сказать, что многие мои друзья Вот эту работу делают совершенно бесплатно Еще и сами платят Да, для World of Beers Я не знаю, для World of Vodka Я не знаю, они это делают Или для World of Boer Скорее всего, для World of Gomera World of Boer Это у нас вот каждый день выходишь на крымцов И там тянутся вот эти вот тестеры Единственное, что они Боярышные сомелье В блоге потом это сомелье пишут, да? Там с утра я пробовал Ну у них социальная сеть развитая Вот здесь вот социальная сеть на лавочке Все понятно, ясно Ну так вот, я же говорю Вот это разве работа? На самом деле Не у многих есть дороги Чтобы вот так Вот компания обязуется покрыть все расходы На проезд и проживание И на все выпитое пиво Эх, хорошая работа Но, к сожалению, да, летом я уже занят Ага, ну давай Точно, да? Ты только ради этого не делаешь Замахнемся на опасное После пива, то да Да, наряд Пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Спалили в интересном наряде На автомойке Дмитрий Песков Он же пресс-секретарь Владимира Путина Это не фотошоп, нет? Нет, это не фотошоп Его, в общем Москвичка Ирина Лешкова Случайно встретила его На автомойке В районе элитного Жилого комплекса На западе от Москвы И опубликовала свое фото В инстаграме В фейсбуке И написала Я сейчас сижу на автомойке На диванчике Жду свою чистую машинку А напротив меня Сам Песков сидит Ножкой в уге качает Так, ну вообще Голова вот не подходит Да, здесь бы Причем Нет, на самом деле Были комментарии От него Да, были комментарии Да Он прокомментировал Он сказал Ну что вы, ребята Ну я что, не могу Выехать Да, я поругался С ребенком Из-за его двойки Психанул Поехал ночью на мойку Все, вот Приехал То есть дома я хожу Как был, собственно говоря Так поехал на мойку Дома я хожу вот так И ребенок получает двойки Все понятно Да Вот поэтому Ну конечно Вот поэтому Это многое объяснение Я вообще удивлен Как ребенок Дмитрия Пескова Может получать двойки В российских школах Еще остались бесстрашные Уже скляры Вот идет Просто какая-то Опасная Фронда, да? Какое-то Скорее всего Они террористы все-таки Кто? Ну эти учителя Которые ставят двойки Они подрывают Подрывают, да А вот в результате того Что они подрывают Шатают устои Шатают устои Скрепы наши духовные Разрывают Российской демократии Потом после этого Ты понимаешь Ну тоже не железный человек Выходит на мойку В чем мать родила Да Она родила его вот так вот Вот Соответственно После этого Да нелегко Конечно За ним уже выехали Ребята расходимся Да Вот Вы свои эти самые бросите Я знаю Когда за мной выехали Так вот И вот Это подрыв Обороноспособности Нашей страны Потому что наша Обороноспособность Она вся на Дмитрии Пескове Содержится Вот он когда говорит Что кто-то где-то Воюет Значит воюет Во-во-во Полегче Они буйствуют Вообще Что-то происходит Такое А что-нибудь Сексуальным не покажете Или все Вот это Нет Все Это самое сексуальное И собственно говоря Сразу об учителях Которые Явно не удался Об учителях Которые подрывают Устои российской демократии Вот эти учителя Внезапные Такие Которые Рационисты Которые Которые бесстрашные Скандал В подмосковной школе Эти две новости Они почему-то рядом стояли Не слышал Да Учительницу Уволили За увлечение БДСМ Нет Все-таки Пока О, котлета Блин Нет В последнее время Бдительные родители Все пристально БДСМ Подожди Ты дальше Сыну Пескова Двойку ставишь И это нормальный Такой мазохизм Остановимся на этой фотографии А дальше есть что-нибудь? Есть Ну подожди Да я новость расскажу Потом посидим Посмотрим Я просто фотки смотрю В последнее время Бдительные родители Все пристальнее след за педагогами Наблюдая в том числе За их внешкольным поведением И изучая профили в соцсетях Я давно говорю Что соцсети это зло И вот скандал Учительница ИЗО И МХК Для тех кто не знает Изобразительное искусство И мировая художественная культура Гребневской школы Московской области Выложила вконтакте Свои эротические фото Да еще с уклоном Сада Маза Об увлечениях 26-летней преподавательницы Тут же доложили директору Я вообще не понимаю В чем проблема Вот она же ИЗО Ты понимаешь То есть она Мировая культура Она вся Вот сплошные сиськи Голы извините И БДСМ Кстати я не нашел Ни одной обнаженки Там вот все так Да Престойно Кое-где Ой Вот БДСМ только что Мелькнул Да Порнография Вот А вот здесь Все нормально Прилично То есть Мы не видим Никаких там Вот этих моментов Фотографии обнаружила мама Одного из учеников И что А ей завидно стало Что не может не радовать Что она не может Возмущенная родительская Общественность Представила себе Чему может научить Их детей Этот человек Хорошему Сразу Хорошему Сидела мама Шарилась вконтакте Искала Вопрос еще где Она шарилась Еще набирала Наверное училка БДСМ Да Я вот сегодня Когда искал фотки К этой новости Я вот так и набрал Училка БДСМ Вот она тоже Гугл меня не понял Да Вот Сегодня учителя рисования И МХК Дарья совмещает Преподавание с учебой В педвузе До этого она работала В детском садике Не вот Работала Вот котлета Кстати мне нравится Подожди Котлета это другая новость Вот работала она В детском садике Вот кстати вот да С некоторыми детьми Только так А директор школы Решила уволить Учительницу за морал Ну так внезапно Вот на месте Как девушка зовут Дарья Дарья На месте Даши Я бы подал на директора В суд А ученики Все как один утверждают Что им нравится Как преподает Дарья Конечно А ее предметы Одни из самых интересных И любимых В школьном курсе Правильно Вообще вот смотри Мы детей к чему Должны готовить К жизни в вакууме Нет А они будут жить А это такой вопрос В социуме Ты понимаешь Нет это риторический вопрос Они будут жить в социуме Кругом одни Я прошу прощения У окружающих нас дам Да Кругом одни федерасты Педофилы Фашисты Ну вот телевизор Как включишь Да Насильники Бандиты Надо учить ребенка Жить в этом обществе Ты понимаешь С самого детства А если ты Изобразительное искусство И мировую художественную культуру Ведет человек Который Культуру двигает То что у нас По главному каналу Показывают Бориса Моисеева И Жириновского Это нормально Но они же не ведут У них ИЗО и МХК Хотя смотрим Моисеев мог бы вести ИЗО А Жириновский МХК Жириновский Обыжалить бы меня Обыжалить Нет Но МХК Он тоже мировую Жириновский Много может Но суть не в этом Суть в том Переходим Вот к этой картине Смотрите Кто тут изображен Где Где На картине На какой картине Которую Жириновский Показывал Ладно Едем дальше Что ты хотел сказать Не мешай мне Я туплю с воскресенья Поэтому мне еще сложно Я хотел сказать Что мы должны Наладить Правильный учебный процесс Вот Учительницы подобны этим Вот смотри Вот ты Ты ее ослушаешься Вот ты Да А то ты Ты принеси Ага Иванов Ну-ка иди сюда Ага Иванчиков Ну и все Где домашняя работа Где домашняя работа Накажите меня Дарья Ивановна Да Тебя накажет Вот эта штука Та она такие Я думаю полкласса Специально Полкласса специально Не делает Да кстати Да вот правильно А ее уже наказали Ее уволили Ее уже уволили Теперь он больше не двоечник Остался песков И собственно говоря Едем дальше Про школьников Что-то сегодня Как-то неделя такая Задалась Что одни школьники В новостях Да Школьник Отбирал сосиски У нежелавших Поститься Одноклассников Ты понял Да Раньше это было бы Хулиганство А сейчас ты Религиозное действие Ты понимаешь Он их от греха Мать из Обнинска Пожаловалась на руководство Школы В которой учится Ее ребенок В учебном заведении Детям дают Великий пост Мясные продукты Из-за чего Ребенку женщины Пришлось силой Отбирать сосиски В тесте У несознательных товарищей Сообщает издание КП40.ру Причем я прошу Обращать внимание Что сами у кого-то Обрали не жаловались Ты понял Ну они нет Жалуется тот Кто отбирает Да Приходит домой С вот этими сосисками Мать говорит Ну представляешь Ну мне приходится У них отбирать Женщина из Калушковой Области возмущена тем Что дети вынуждены Есть мясную пищу Великий пост Как известно Недавно начался Великий пост Но в школах города Продолжают давать На завтрак пиццу с колбасой И сосиски в тесте Я пошла к директору И она заверила меня Что со среды Будут постные завтраки Но сегодня Опять была пицца И чай с молоком То есть кинули ее Обманули, да? Да Рассказала женщина В фабрике ВКонтакте Демон такой Директор такой Он ей знаешь Она приходит Иисус Христа А сам такой Раз за спиной Вот так вот Мы же за Христа Ага И так здесь 666 И она такой Только уходит Он такой Ахахаха Сосиски Достает из ящика Сосиску И давай ест Да, да Ест ее Великий пост А я буду есть сосиски Да? Однако сознательный Сын женщины Решил вмешаться в ситуацию Мой сын пользуется В классе авторитетом И они всем классом Снесли завтраки На стол Для помоев У одного из одноклассников Ему пришлось силой Забрать еду для этого Куда можно обратиться Для разбирательства Непонятно только Кто над кем Будет разбираться Если он отбирает У всех сосиски Постоянно Конечно он пользуется Авторитетом Как наелся-то Извините На протеине Он здоровый Наверное такой А потом Это вот как Такие щуплые Забитые одноклассники Тоненькие Это как у поросят Ты понимаешь Да, даже сосиску Поднять не могут Если поросенок Первый К верхнему правому соску Присосается Он всегда будет У этого соска Потому что он будет Самый здоровый Там больше всего молока А который У самого Нижнего Лемова Самый будет Стремненький Самый дохлый И эти номера Они не меняются Потому что Этот поросенок Больше никого Он приходит И говорит Эй, постный день Пошли нафиг отсюда Ну, как-то так Постный день У свиней Постный день Да Свиней как люди Другая школа Наверное, векам У них есть серебряки Собственно говоря Пора Хорошая Школьника заставили Извиниться За фотографию Маленькой порции Завтрака Вот она Собственно говоря Фотография Кстати, я не знаю За что извиняюсь 21 макарошка Приличная фотка После Пескова Я готов на это смотреть 21 макарошка Маленькая котлетка Ты даже посчитал Вот можно Посмотреть Величину котлеты Либо это гигантские макароны Не, ну вряд ли Стандартные макароны Скорее всего Котлетка вот такая Где-то Вот такая котлетка Скандал Разразился В школе Рязани Школьник Опубликовал фото Тарелки С мизерной порцией Макарон и котлеты За что его родители Вызвали в учебное заведение Рассказать Как некрасиво Критиковать То, что дают Бесплатно И сказали Чё ж вы Чё ж вы Понимаешь Падлы Ещё и жалуетесь У меня такое ощущение Что они Просто так сидят Обтекают Обтекли Там видно Что кто-то подклевал Так о них Чего подклевал Нет Смотри Всё чисто Тарелка чистая Макароны Версию выдвигает Видишь Он говорит Что школьник Обожрал половину Потом сфотал Поздно вспомнил Про инстаграм Нет Он школьник Он вконтакте Опубликовал Какой инстаграм Вы чё Зачем Школьников в инстаграме Нет Павел Вконтакте Гораздо больше Фудблогер Фудблогер Это вот Кстати Это к теме О прошлом Наше разговоре Что фотографирование Еды И выкладывание В соцсети Делает её вкуснее Делает её вкуснее Соответственно Он хотел хоть немножко Насладиться Под сластицами Макароны Котлету А его неправильно Подняли Вспоминается Вот это вот всё То есть Жрать нечего Раз сфотал Выложил Кто за кого-то Ну что в сети Записали В сети пишут Короче он сфотал Выложил Пользователи соцсети Привлёк пост школьника На фотографии Изображена тарелка С 20 макаронинами 21 нифига И небольшой мясной котлетой Вот такой сытый завтрак В 71 школе Подписал молодой человек Издание про город Рязань Решило удостовериться В правдивости фотографии И выяснил Что действительно Учителям И особенно директору И бухгалтеру Кладут хорошую порцию А детям 100 грамм гарнира В зоопарке Тигру не докладывают мясо Да Старая история А при просьбе Положить побольше Детям говорят Что тогда на остальных Не хватит А вот учителям Накладывают полные тарелки Причём знаешь Пожаловался один из учеников Когда говорят что на остальных Не хватит Вот такие тётки говорят На которых хватает Ну вот эти Сабдепов Да Иди отсюда Ай параллельно Параллельно сразу Парасёт Пальчик не мешай У ноги сразу Всё понятно Семья её садят Тут кормится У котелка Ну я понимаю В советской столовой Чё Родители в соцсетях сообщают Что первые жалобы Их ребёнка Они услышали после того Как в школе Объявили о подорожании Если уж собираете деньги То кормите нормально Негодуют родители Какая-то бесплатная Непонятно Бесплатная За денежку Ну видимо Бесплатно за денежку Ну как Комычно В России Бесплатно за денежку Как там Принудительно Доброводить Рассылки на питание В школе Весьма приемлемы 30 рублей стоит Завтрак 43 рубля обед Так в Госдуме Так же стоит Ты понимаешь Просто так И они же не жалуются Да Они жалуются совершенно Они приходят Давятся своими Бутербродами Сёмгой Просто у них На одну фотку Не влезает То что за 30 рублей Ты знаешь Лица вот такие Как у нашего Депутата Слепенчука Вот там Вот это Вот это Всё И всё Он кстати Похудел очень сильно За 30 рублей Там много ли наешь Как сообщает Эхо Москвы У автора поста Начались проблемы Учителя 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 Ходят пойми Вызвали его родители Ты ударение знаешь Где стоять Не знаю вообще Тут то ли учителя То ли учителя Вызвали И разъяснили Что питание В учебном заведении Ему предоставляется Бесплатно И не хрен вообще Тут И вообще Питание Именно это В этой школе Одно из лучших В Рязани Я логику понял Я понял логику Ты такой Сидишь В столовой Просто наверное Это единственная школа Где вообще кормят Где вообще кормят Ты сидишь в столовой Да Проходит мимо Повар Вот такого И всё И тебя так зачерпывают Такой повар Ледокол Арктика На тарелку тебе Такую порцию говна Так Позвольте Бесплатно Чё ты рот открываешь Ты понимаешь Да Ну судя по всему Так Либо смотрите Может у них там Такой Увлеченный квест Просто Посчитай макаронины И котлетку Повар вот так загребает Подкидывает Всё что ты успел Поймать тарелкой То твоё Не успел поймать А это игра же есть такая А ну этот волк С яйцами Да Хоп-хоп-хоп Только тут Школьники с макаронами Судя по всему Только 20 очков Да И котлетка сверху Я думаю Это специальная такая ложка Куда влазит только 20 макаронин Или там поварёшка Что-то Спецложка Спецложка Я вообще могу сказать Что вот смотри Фотоисследование Немножко неполное То есть вот мальчику Для полноты картин Надо было вот это сводить И потом сразу Морду повара Так чик И вот контраст Был бы сразу И директора Да сразу И тогда сразу будет видно Где недостающие макарошки И где недостающая котлетка Закон сохранения энергии Да Если у кого-то 20 макарон То у кого-то 200 Как говорил Ломоносов Ежели в одном месте Убало То в другом месте Присовокупится должно быть Надо нам Ломоносову И вот как мы только взглянем На повара сразу видно Где превысокупи Господи та На поваре Присовокуп В общем прибавилось В общем ладно Когда я готовился к выпуску Я нашел Самый криминальный город России Просто по новостям Читай Иркутск Нет Еще варианты Часть Не огонь Вот здесь вот сразу Выходишь Из студии Вот здесь вот По-моему Самый криминальный На повз Наиболее распространен Криминал В городе Перми Вот смотри Мой бой В комментариях под этой новостью Я увидел следующее В Перми Присечена незаконная торговля Вязаными носками Полиция перекрыла Носкотрафик Совершив рейд По нескольким Носкопритонам Носкозависимые остались Без носков И знаешь Вот эти вот ребята В масках Они такие Вырываются Такие Все на пол На пол Такие Эти старушек Знаешь Начинают пинать Сапогами Спицы вылетают Мотки шерсти А какая-то отчаянная старушка Берет Скидывает И так в угол Живой не дамся И они такие И давай их клубками закинуть Подходи Подходи Сзади Самые отчаянные Так раз В ноги Ее так Бам 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 Вот тебе Вот тебе за носки И потом они На зоне-то Вот такие Знаешь Сидят Такие Татуировочках Я такая За что срок тянешь Она такая А носки шерстяные С начесом С начесом Садись сюда Этот носкопритон Накрыли Бабки такие Сидят Говорят Вяжи их Обвязали их Очень быстро Сшили им Новую форму ОМОНовскую Носкомафия Да Этот Чехол На дубинку Там Накасочник Новый Вот этот Носкобарон Я думаю Носкобарон Ша В общем С целью Предотвращения Незаконной торговли Полиция Дзержинского района Проводит постоянные рейды Где музыкальное сопровождение И производит Опись имущества Опись имущества И изъятие товара Также Уличным предпринимателям Объяснили Что продавать Свою продукцию Законно Можно на Сельхозхозяйственных Ярмарках Или на Специально оборудованном Для торговли Земельном участке Как это государство Меня достало Честно говоря С своими запретами А почему Собственно говоря Пермь Самый криминальный Город России Это новость Прошлой недели Там больше всего Носков Нет Это новость Прошлой недели В конце февраля В Перми Была пресечена Незаконная торговля Корытами И сушеной рыбой Господи Ну это просто Криминал сплошной Администрация Уже Кировского района Совместно с полицией Организовала Дежурство на улицах Где развернулись Самых популярных Среди лоточниц улиц Является Маршалл Рыбалка Улица Корытова Нет Маршалл Рыбалка Где около дома номер 40 Регулярно появляются Торговцы Одеждой Скалками Корытами Сушеными ягодами И маслом Они вот такие В плащах Парень Скалка у них А ты такой А нет Боже мой Обнимай глаза Парень Корыто хочешь? Пермь вообще опасный город Опасный город Это конец февраля Новость Новость середины февраля Он продолжается На трассе Пермь-Елабуга Пресечена незаконная торговля Мочалками Что у них там творится? Ужас какой Рейд был проведен совместно С этими С ГИБДД Вообще То есть Есть еще мочала мафия Это город Такой Не мытых И без носков И без корыт И без корыт Ты понимаешь Собственно говоря Все вполне логично Сначала рыбы нету Сначала мочалки Потом корыто В котором надо мыться Вы больше не моетесь Мылись там Доисторические эти Как их звать-то Предки наши Доисторические На Руси В корытах И потом Последнюю радость Вязаные носки Может быть Все это этапы От какого-то одного плана На что Что может быть Это за мафия Которая Все против бабок Которые носки вяжут Все против бабок Это детковое лобби Детковое лобби Вот именно Детковое сексуальное лобби То есть Ежели они не будут вязать Они будут сидеть дома С дедами А заняться нечем Вязать нечего Ну и соответственно Сиди бабка дома Да Да Бабка работает Я прям представляю Бабка такая Утром собирается Там берет корыто Связанными носками Мочалками Так перевешивается Крест-накрест Перейдет Вот кстати Это носку у тебя нарисована За спиной Бернись пожалуйста А вот Вот она Да точно Вот она Ты как резко дергаешь Вот они Вот это Глава мафии А это дед Которому не хватает Сексуальной энергии Да И как только бабка С корытом Полными носков Перевязанная мочалками Выходит за дверь Дед сразу звонит 02 Я вам сдам точку А ты вступай от короче В работы вон те ребята Которые следуют А дайте Родина слышит А ты Ты представь Какая вот эта Трагическая история Да То есть в одной семье Ради любви Своей женщины Он вынужден предать ее Да это же Блин Ромео Джульетта Рядом не лежал Представь какие Моральные муки И терзания А как эта бабка Выходит Каждое утро Перевязанная мочалка Знаешь Поворачивается на поруки Бросает взгляд На своего мужа И говорит Если что По этапу Пойду не жди Вот так вот Да И она выходит И он Роняет скупую Мужскую слезу И понимает Но ему надо ее вернуть И дрожащими руками Набирает 0,2 112 112 Да И на том У них еще такой дисковый Телефон домашний На том конце Знаешь Суровый мужской Металлический голос Говорит Лейтенант Каноненко Слушает И он колеблется Думает Сказать Не сказать И вот это Кладет Да Потом только Снова дрожащими пальцами А она А ему перезванивают Потому что уже Поделили номер Да Что-то вы хотели Сказать Да И вот Моя жена на трассе Первый Елабуга Смочал Смочал С товаром Ты понимаешь С товаром Бабка взялась Замитая коротница Да И вот эти все Знаешь Там Вау Сирена Такий Топот Ног Все эти экраны Такие Бабка снова Вышла на дело Оперативный штаб Все эти МЧС Приехали Такие Что же делать Вышла я на дело Вертолет Да Да Давайте просто Представим Что Незаконную торговлю Чем Пресекут В следующий раз Я вот Просто Не знаю Чем Вот смотрите Мочалки Корыто Носки Бакалея Какая-нибудь Я думаю Трусами Ну потому что Мочалки Как бы Помылся Корыто Ну понятно В нем помылся Носки И пошли вверх А рыба А рыба А рыба Во Блин Нет Видишь Ты примитивно действуешь Ты вот это вот все Я тебе скажу В чем дело То есть понимаешь Рыба Это вот основа То есть Вот в свое время Иисус Христос Накормил Рыбой Кстати Между прочим Пять тысяч Вот этих Не только хлебом И вином Но рыбой накормил То есть здесь Потому что у него Была мафия Отсылка Понимаешь Бабковая мафия К Ветховому Завету К Новому Завету И мы отсюда идем Корыто Корыто Это древняя сказка Про вот эту рыбку Рыбка А золотая рыбка Ты понял Да Вот это все И сушенными рыбами Они тоже Мочало Символ очищения Символ перерождения Масонский символ Все знания Ты понимаешь Вот это все И шерстяные носки Шерстяные носки Это символ безопасности Символ материнского уюта Символ чего Ага Правильно Когда крестоносцы брали Иерисалим Они все были Шерстяные носки Это мало кто знает Мы вам подготовим Еще более эпические новости Ты договорил? Нет Я не договорил Ты меня перебиваешь Как я могу договориться Боже мой Виталий собственно говоря Продолжит Следующий понедельник Не переключайтесь Я бы продолжил И сейчас Что уже время что ли? Да Так быстро Вроде бы Я правильно посчитал время Только начал Продолжение следует...